В учебно-методическом центре на базе муниципально-казенного учреждения Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Хасавюрта прошло совещание диспетчеров, дежурных, экстренных и коммунальных служб. На повестке дня обсуждению подлежал вопрос о налаживании процесса обмена информацией. Заместитель начальника управления гражданской обороны Вахир Султан Джангулов рассказал о важности своевременного обмена информацией. У нас есть соглашение с каждой из ваших организаций. По этому соглашению мы обязались друг другу представлять интересующие вам не то, что вы нам, но мы вам тоже должны представлять. Как при возникновении ЧАЭС, так же и при авариях на объектах ЖКХ по газу, воду, теплу и электроснабжению в городе. Вот такие вопросы мы должны решать. Сейчас у нас еще надвигаются праздники, значит, у нас очень много проблем, проблем бывают, связаны праздничные выходные дни. Это все связано с наличием сил и средств ваших организаций. Поэтому приходится самим диспетчерам выезжать туда ночью. Это тоже мы знаем. Эти вопросы мы и перед главой ставим, перед вашим руководством ставим. Мы тоже не спим, стараемся все это. Если у кого-то мнение складывается, что оперативному дежурному ГОЧС делать нечего, вот теребить, почему там сколько домов, вот так нас душат, вот до Москвы. На контроль берется, каждый час селектор идет, спрашивает, так, доложите это, доложите. Если я скажу, все нормально, они говорят, вот горячая линия, вот Хасавюрти, там, там, то-то случилось. Вот эти вещи я для чего вам разъясняю, чтобы вы сразу поняли, для чего это. Не для меня, не для этого, а просто, чтобы наш город и мы работали как полосу. В связи с этим у нас есть постановление о порядке сбора, обмена информации области, защиты территории населения, муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. Здесь, значит, поручены организациям установленные сроки, которые представляют всю необходимую информацию. Мы ее обрабатываем и передаем. Мы являемся дежурной частью администрации. Председатель КЧС Каргалиев, глава администрации, это начальник гражданской обороны города. Мы непосредственно от вас собираем, независимо от форм собственности организации, вот эту информацию докладываем им. Специалист по связям со СМИ Управления гражданской обороны Асиат Рабаданова отметила, что в последнее время социальные сети активно набирают обороты. И работники управления взяли на себя функцию оповещения населения через социальные сети. У нас немного, но 10 тысяч человек нас считают. Все перечеркивается, допустим, вся положительная работа на протяжении целого месяца перечеркивается одной маленькой недоработкой. Вы все знаете, что население и так страдает в этом городе. Мы все это прекрасно понимаем. Где-то хозяйство у нас устаревшее, тоже электрическое, газовое и так далее. От нас максимальная помощь этому населению дать вовремя информацию, чтобы люди, получив информацию, успокоились, не обрывали все телефоны. Вот почему Доминич вам пытался донести до вас, чтобы вовремя передать информацию. Есть такое понятие первичная информация. Вы даете, допустим, где-то прорыв трубы на Грозенских, где-то в проезде пятом, прорыв магистральной какой-то трубы диаметром 40 сантиметров. Вы выезжаете на место. В первую очередь, как вы получили эту информацию, что произошел прорыв этой трубы, газовой, водной трубы, теплосетей труба может быть, какая-то труба там прорвалась. Прежде чем выехать на место, передайте оперативному дежурному первичную информацию, что там такое ЧП произошло. В течение пяти минут далее эта информация может дополняться. Также с просьбой к диспетчерам дежурных экстренных и коммунальных служб обратился начальник управления гражданской обороны Мавлит-Паша Алиев, который отметил, что своевременный обмен информацией поспособствует быстрому реагированию экстренных и коммунальных служб в случае чрезвычайной ситуации. Курбан Гериханов, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс». Еще один момент.